Ну что, здравствуйте, мои дорогие! На связи Юлия Ходарцева, и мы с вами находимся на марафоне «Границы». Я долго шла к тому, чтобы выдать все знания, которые накопились у меня за время моей профессиональной деятельности, за время всей моей жизни, и, как и все марафоны, этот марафон я тоже пишу из потока, из канала, но однозначно вам могу сказать, что «Границы» — это проумение быть в одиночестве и чётко осознавать, что даже если вы остаётесь одни, вы у себя есть. А когда вы у себя есть, у вас есть любые ваши границы. То есть нарушение границ напрямую связано со словом «созависимость». Ваши границы нарушаются только в тех случаях, когда у вас есть с кем-то или с чем-то созависимость. Потому что когда вам кажется, что вы без кого-то или без чего-то не сможете, если вы становитесь от этого человека или от этой энергетической структуры или физической структуры зависимы, и тогда ваши границы нарушаются. Немножко, чтобы было понятно для вашего мозга, вот, например, у вас есть зависимость, я не знаю, от кофе. И тогда автоматом кофе нарушает ваши границы. Да, у вас есть зависимость от, не знаю, вашего любимого человека. И тогда любимый человек будет автоматом нарушать границы. У вас есть зависимость от тортиков. Девочки сейчас поймут. Тогда тортики нарушают ваши границы. Итак, так случилось, что начало нашего марафона мы будем с вами говорить про созависимость и как из неё выходить. И, конечно же, базовый выход из созависимости – это умение отказываться от того, с чем или с кем у вас созависимость. А чтобы отказаться от этого, нужно чётко понимать, что когда вы даже останетесь без кофе, без тортика, без Вани, Васи, Пети, Коли, Наташи, Вики, с вами всё будет в порядке. И я много работаю с энергией созависимости. Да, многие из вас знают, что я езжу в антинаркотические центры, работаю с реальными зависимыми людьми. Но, по сути, вот эта вот зависимость, которая для кого-то проявляется в наркотических, табачных вещах, она на самом деле у нас проявляется по отношению ко всему. Мы можем быть зависимы от еды, мы можем быть зависимы от секса, мы можем быть зависимы от, понятно, отношений, мы можем быть зависимы от друзей, бизнеса и всего остального. И так случилось, что этот марафон я пишу практически за несколько дней до того, как пойду на Кайлос. Кайлос – это гора в Гималайе, где живёт Бог Шива или Бог Будда. И первое, с чем они работают, они как раз-таки работают с той самой зависимостью. И когда у вас появляются какие-то привязки, вас от этих привязок чистят. Так вот, это вот избавление от привязанности, такой больной привязанности, оно на самом деле напрямую влияет и на ваши границы. Когда вы не боитесь потерять человека, деньги, еду, тогда вы можете выстраивать те границы, которые нужны вашему энергетическому, физическому, моральному, ментальному и всем остальным слоям, полям, как угодно это назовите. Поэтому сегодняшний урок давайте посвятим вот этой вот истории созависимости, что это, про что это, ну и посмотрим, откуда созависимость берёт своё начало и как нам с этим быть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok